ВК-клипы — это сервис номер один с самым свежим и разнообразным контентом. Настраивай ленту, как хочется, именно сейчас и смотри то, что нравится, вместе с 25 миллионами других пользователей. ВК-клипы — место встречи впечатлений. Все рекомендации, которые комики дают в этом видео, носят исключительно дружеский и комедийный характер. Если у вас проблемы, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Субтитры создавал DimaTorzok Вау! Ничего себе! Это очень неожиданно и приятно. Мы на шоу «Что у вас случилось?» название говорящее «Мы с комиками решаем ваши проблемы». Да, вот. Я встречаюсь с парнем уже... Как вас зовут? Полина. Полина? Да. Полина, мне 21, и я чуть больше года встречаюсь с парнем, и только несколько месяцев назад я начала замечать то, что я испытываю стыд за то, когда я иду с ним вместе по улице, потому что очень часто мне прям не нравится, как он одевается. Вот. Хотя поначалу меня будто все устраивало в этом. Вот. Ну, просто старая одежда стала. Вся та же, но старая. Ну, он в целом может одеться очень хорошо, то, как мне нравится, но иногда он может надеть, типа, шарфик, который он носил в детском саду. Вот. Ну да, у всего есть другая. То есть даже если вы с ним вначале начинали там встречаться, то есть понятно, что к этому времени бахилы могли износиться. Это вот минус, когда мамы хранят все вещи. Это на вырост пришло его время. Да, потому что смотри, какой у меня браслет, это бирка из роддома. Смотри, какое ремень, это пуповина, не обреждая. А что значит стыдно? Ты идешь, и ты такая, что со мной? Да, на самом деле это перетекает иногда в то, что я пытаюсь, типа, идти быстрее, чем он. Потому что я такая, я не с ним. Он физически слабее, но разве? Ты когда уже чуть-чуть ускоряешь шаг, он такой, подожди, у меня передавливает шарф. Подожди, я на каблуках. Подожди, мне колготки давят. Вот отсюда их натянул. А ты можешь еще какой-нибудь пример? Пример плохого лука, можешь еще какого-нибудь привести? Камуфляжные штаны. Ну это что, это обязательство сейчас? Сейчас? Камуфляжные штаны, интересно. И шарфик из детского сада. Похоже, что он должен рассказывать стихи первому встречному. Я, кстати, вот Полинину проблему понимаю, потому что я вообще, ну то есть, я вообще человек, которому важно, как выглядят люди вокруг меня и как я выгляжу. Я даже думала, что, мне кажется, курортные романы, они вообще вот, ну не могут долго продолжаться из-за того, что ты не знаешь, как человек одевается. Ты долго не можешь человека в плавках воспринимать. Ну да, ты его видишь в плавках, а потом вы приезжаете в Москву, он, блядь, в шарфе из детского сада. Нет, потом вы приезжаете в Москву, он даже в кафешке в плавках сидит. Банам их такая, слушай, ну уже странно. Все, давайте похлопаем Полине. Еще послушаем, где девушка, можете, да, давайте так тогда, вот вам. Здравствуйте, меня зовут Артем. Здравствуйте, Елизавета Варвара, здравствуйте, Богдан. Здравствуйте, Алексей. У меня такая проблема, я не могу найти клевую музыку. Это тебе нужно на Яндекс.Музыке посмотреть, она подберет идеальные треки для тебя. Яндекс.Музыка точно подберет треки, которые тебе понравятся. Пожалуйста, давайте еще с этой стороны кого-то, а вы и вытянули. Давайте я тогда предлагаю вот так вот здесь вот чуть послушать, чтобы вы живы еще. Здравствуйте. Можно, да, в принципе, уже говорили? Да, да, да. Подождите. Чуть-чуть. Так, меня зовут Юль. Можно? Давай. Меня зовут Юля, мне 22 года. Да, 22, не 23. Взрослый. В общем, у меня есть проблема. На меня постоянно в транспорте, в любом транспорте обращают внимание бабки. Ну, то есть, это действительно для меня уже проблема. Подкатывают? Нет. Последняя моя ситуация закончилась тем, что я просто спокойно сидела в транспорте, ко мне подошла бабка и пизданула мне сумкой. То есть, я уже извиняюсь за март. Они так притираются к людям. Ты ей понравилась. Я считаю, что с теми проблемами, которые связаны с бабками, нужно немного подождать просто. Последняя моя ситуация была... Вообще, я абсолютно спокойно ехала в 7 утра на работу и спала. И меня просто подходит бабушка. Я уже как-то интуитивно почувствовала, что что-то будет происходить. Она ко мне подошла и просто пизданула мне сумкой. И я в этот момент встаю и говорю, бабушка, вы не хотите куда-нибудь пойти? Так и сказала, куда-нибудь пойти. Я так и сказала. Ну, просто это не первая ситуация, поэтому мне нечего было больше не сказать. Но именно что, бьют первое? Первое. Она мне разошла, извините, пизданула сумкой. Нет, ничего страшного. Пизданула, что ты пизданула? Это как? По плечу или прямо? Она размахнулась. Я серьезно. Она размахнулась, ударила. А как она размахнулась? Вот так вот размахнулась? Да, она крутанула сумку. Крутанула? А может быть... Да, она просто замахнулась и крутанула. Крутанула или нет? Ты так говоришь, как будто она не крутанула. 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 И все осталось внутри сумки. У нее была очень такая сумка с подвязочкой. Я не представляю, как это было. Так, давайте Юле тоже похлопаем. Вы классные. Да, Юля. Ну, переживай. В жизни бабки не главное, если что. Надеюсь. У девушки, да. И потом вам, да, всем дадим микрофон. Не волнуйтесь. Привет. Меня зовут Наташа. В общем, я очень завидую людям, которые верят во всякие штуки, типа гороскопов, Таро и всяких энергий вселенских. Потому что я тоже очень хочу в это поверить. Но когда я начинаю себя убеждать в каких-нибудь таких вещах, мой внутренний голос просыпается, говорит, что я ебнулась, очевидно. Начинает мне объяснять, почему это так не может работать. Говорит, как Скорпион. Я дева вообще-то. Я показал, что... Дева. Дева? Я тоже. Ну, это типичная дева. Да. Я вообще не верю в гороскоп. Но я лев, мне это свойство. А что вы там? В какие-то Таро? Ты вообще пробовала Таро? Да, я пробовала, моя подруга раскладывать. Я у нее иногда прошу мне сделать раскладик. Как бы все сходится. Но я все равно не могу в это поверить, потому что я сразу себе начинаю объяснять, что это все совпадение. Так как если все сошлось? Если несколько раз все совпало, то значит это правда. Блин, совершенно регулярно это делается. Чаще, чем люди, которые верят. Я каждый день хожу в церковь, но я пока не могу поверить. Да, в церковь я, кстати, тоже захожу иногда. Да? Чисто захожу, задуваю свечи, выхожу. Так, ну давайте, да, это тоже режим ожидания. Давайте похлопаем тоже. И вот там еще, да, кто-то... Всем привет, меня зовут Рома. Уже 20 лет меня преследует труп моей покойной прабабушки. Когда я остаюсь дома в одиночестве, я живу один и... Ну как один? Не забываем про привидения, про бабки. И нельзя сказать, что она живет, но со мной. Да. Она умерла и, ну, к сожалению, умерла от болезни скоропостижно и очень... Ей было сильно больно и от того, что ей было больно у нее, когда она умерла, на лице застыла, ну, такая жуткая гримаса. Она закусила нижнюю губу и из-за этого, когда... Я думала, это сексуально. То есть ты предполагаешь, что это все-таки причина переизбыток удовольствия. Так, Ром, давай еще раз тезис на проблему областной, и мы тебе быстренько поможем. Когда мне исполнилось 10 лет, она умерла, и... Ну, то есть так совпало на мой день рождения, и... Совпало? Как называется? Это хорошее совпадение или плохое? Так совпало. Но ты же это не загадывал. Нет. Когда... Ему сказали на день рождения, не задувай пока свечи. Так, Ром. Вот. Ну и если сейчас с покойниками прощаются, как правило, в каких-то залах, то раньше часто очень тащили в квартиру. И... Кто-то сказал, о, да? О, да. Ну, ее по этой традиции, собственно, подняли на пятый этаж. Я не знаю, как это получилось вообще, честно говоря. Типа у тебя праздник, и ее притащили к вам домой? Кое-кто еще пришел. А кто звонит? Иди открой. Но я, будучи ребенком, такой картины ожидать абсолютно не мог. То есть, несмотря на то, что я знал ее живое, то есть у нас с ней были неплохие отношения. Мы часто ездили там к ним в гости. Я ее первый правнук. Она знала меня даже по имени. Наши первые отношения. Это всегда так. Самая первая прабабка запоминается на всю жизнь. Последующие уже. Вот. И когда меня подвели, причем ей не было свойственно в жизни одеваться как старушке, она одевалась обычно, ну, типа как взрослая женщина. А тут ее положили, нарядили как бабушку, прям завязали ей косынку. И, собственно, и подвели меня к ней. Я не ожидал этого увидеть. Еще вот этот золотой зуб, который из-под этой закусной губы сияет и отражает свет. Я это помню. Типа зачем он ее сейчас дает? У Ромки еще вся жизнь впереди. Ну, естественно, от растерянности я заплакал. Но родственники прочитали это не как ужас от увиденного, а как горечь утраты. И для того, чтобы усилить эффект, они, перешептавшись между собой, сказали, надо, чтобы он подержал ее за ноги, чтобы не бояться. Вот. И меня подвели еще ближе. Заставили взяться за ноги. Еще какой-то период времени я постоял. А браться за ноги – это традиция? Это традиция. Ну, там, где я родился, это традиция, что покойник не приходил потом. Там, где я родился, в семье фут-фетишистов мы… Это похоже на традицию, чтобы ты потом, когда к ней приходил, она тебя за ноги не схватила. Или чтобы ты уже был готов. Это типа ответ. Да, там традиция, мы берем ее за ноги и начинаем раскручивать. Ты берешь за ноги, отец за руки, и вы вот так вот. И вы освобождаете кровать. Для того, чтобы вы могли отдохнуть, наконец-то. Ну, потом, когда это все закончилось, спустя время мне стали сниться кошмары. И, ну, поскольку я с родителями был не в таких близких отношениях, как хотелось бы, из-за этого я не рассказывал никому о том, что происходило, и смог об этом заговорить, ну, буквально недавно. Если бы, возможно, было бы по-другому. А сколько уже прошло времени? 20 лет. Я высказал матери с бабушкой. Я сказал, что вы наделали. Ну, как бы, фактически, это помогло ощутить какую-то сатисфакцию, но не помогло ощущение ее присутствия каждый вечер дома. То есть, допустим, я могу ложиться спать, и, ну, если я кашу свет во всей квартире, то в какой-то момент меня одолевает стойкое ощущение, что вот она сейчас зайдет, прямо сейчас. Это как такой рефлекс, который постоянно с тобой. Ну, я условно там переезжал с места на место, и мне достаточно было две недели, видимо, чтобы мозг привык к новой, допустим, квартире, и снова это начиналось. То есть, на какой-то момент ты забываешь, и снова, фактически, она снова начинает. Ну, она просто, через сколько, через неделю, ты говоришь, она появляется? Плюс-минус неделю-две. Неделя-две. То есть, тебе надо заезжать в квартиру, и через две недели менять квартиру, чтобы она не успела. Да. Чтобы она не успела вычислить, где ты находишься. Да. Тут снова, снова седая ночь, мне кажется. Я об этом пел. Все песни поменяли значение. Да, и там нужно всегда находить квартиру, которая далеко от метро, и редкие рейсы автобусов. Чтобы еще плюс неделю выиграть, пока бабка доберется. Мне кажется, ее надо поймать на Юлю. Просто, чтобы она пришла в квартиру, и села на стул, и... И ты ее в одеяло... Во что ловить привидение? Я не понял. Уже давно не ловил. В привидение? В сачок, по-моему. В сачок, да. По-моему, да. Точно. С детства уже говорили, бабочка и привидение. Вот. Ловишь ее, и все. Да, это Юлина, наоборот, решилась проблема. Она поняла, что на нее бабки не так еще обращают. Да-да-да. Я не верю в мистику, в гороскопы. Поэтому это не проблема. Но при этом часто я могу загнаться и не чистить зубы перед зеркалом, стоя спиной к двери Иван. Я знаю, что там ничего не отражается. Я боюсь резко оглянуться и что-то увидеть. Из-за этого я часто стою... Блин, я клянусь, это тоже мой страх. Я боюсь зеркала долго смотреть. Я больше всего боюсь... Знаете чего? Я боюсь, что я смотрю в зеркало, я пошевелюсь, а отражения нет. Это мой самый большой страх. Ого. Извините, что навешиваю вам. Так нет, а что... Так и что это... Я просто, если такое увижу, и что это значит? Что наоборот надо радоваться, что у тебя зеркало с функцией фотоаппарата. Я обернусь, смотрю, ну и что дальше? Что теперь дальше? Кроме этого, что-то поменялось в жизни? Мне кажется, это же... Ну, минус зеркало. Ну, я понял, хотя бы... Минус зеркало. Это зеркало с задержкой, поменяйте мне его. Блин, я клянулся, я так хочу, чтобы Леха сегодня пришел домой, и вот так встал, отвернулся, и там он остался, и что Леха такой, ну, я что, это меняет. Вот такая реальность. Это ничего не меняет. И продолжил чистить зубы. А с закрытой дверью ты чувствуешь? Прикольно, что у меня сейчас... Я стал гасить свет, как бы в этом хотя бы прогресс есть, и в прихожей нет света, но там мигает Wi-Fi роутер, а дверь в спальне у меня с вставленными стеклами из-за этого. Нет, ты все равно на эти стекла как бы присматриваешься, что какая-нибудь тень пройдет, ты тоже себе фантазируешь, но разумеется, такого не было ни разу. И я миллион раз себе это повторял. Будучи взрослым, я уже понимаю, что это априори невозможно. Ну, подожди, почему невозможно? Возможно, она... Нет, ну ты не думал, что она просто усыпляет твою бдительность? То есть ты такой, ну 20 лет уже прошло, но точно не нападет. А она что хочет отомстить? Тоже за ноги. Тебе приятного? Приятного? И орать так же, как я, да, в этот момент? Ну, то есть я бы на твоем месте не успокаивался бы. Да не, ну, конечно, успокойся. Вообще все вот это вот мистическое отношение к смерти, я помню, будучи еще тогда ребенком, вообще принято, когда умирает человек, типа в квартире зеркала завешивать, и они это тоже делали, родственники. И мой дядя, отцовский брат, будучи там старше меня лет на 10, наверное, не знаю, на 15, он был тогда уже взрослым молодым человеком, и он кому-то, то ли моей матери, то ли кому-то, при мне рассказывал историю, что вот, там 40 дней еще не было, а я пришел там в эту квартиру к деду, дед на тот момент был жив, и вот я, типа, решил случайно заглянуть и посмотреться в зеркало, и именно в этот момент прямо со шкафа резко градусник, значит, упал и разбился. Упал и прямо в подмышку. Я смотрю, 37. Я смотрю, 40 еще нет. Да. Все это вот окружено вот этой мистика, которой трудно избавиться. Она вообще всем людям свойственна. Вот, например, в Египте же хоронили фараонов со всеми их вещами. И женами. Женами, служащими, вообще со всеми. Короче, смысл такой, что они вот хоронили все это, чтобы не оставлять память об этом трупе. То есть они хоронили человека. Чтоб никто даже не говорил о нем, да? Ну, типа, да, то есть это подсознательно, что они хотели так глубоко его закопать, что даже вот людей, которые могут по нему скорбить, что кто-то ушел из жизни, они вот, ну, старались этого, все это убрать. Тебе, короче, надо зарыться туда же к ней. Потому что нам уже тоже страшно для тебя, Ром. Мы, наверное, зароем, Ром, после съемок. Давай мы тебя сразу за ноги подержим. У тебя, кстати, джинсы такие высокие. Для чего? Ты специально бросил? Ром, ты что нас провоцируешь-то? Ну, что? Ну, и что? И, значит, вот мистики боятся. Он-то не боится мистики. Это вот как страх, это как у тебя травма, и теперь ты боишься темноты от чего-то. Даже, получается? Ты при свете засыпаешь? Да, да, нет, я могу, ну, днем, это гораздо реже, но я могу днем, допустим, зарывшись в своих делах, там, условно, могу мыть посуду, там, что-то сижу, везде солнечно, все равно в какой-то момент самого себя одерну, типа, сохраняй бдительность, она рядом. Ты еще раз ослабился. Да, да, да. Это правда? Вот это ощущение. Эту тарелку я не мыл. Подозрительно чисто вокруг. Так моет только бабушка. Откуда салфетка на телевизоре? Да, причем, а телевизор плазма, просто слеза. А это явно... Ну, это кто боится? Кто это боится, Ром? Кто это боится? Кто боится, расскажи. Ну, понятное дело, что напуганный ребенок, который... Может быть, пора покончить с этим ребенком? Так сказать, взять за ноги этого ребенка. Главное, не делать хайлайты из выпуска, где Леха может быть покончить с этим ребенком. Без контекста. На самом деле, может быть, каким-то рациональным методом прибегнуть. Ты кто по гороскопу? Ты очень рационально, я близнецы. Близнецы. Есть специалисты? Да, пожалуйста. А можно научное объяснение? Конечно. А можно микрофон, пожалуйста? А дайте микрофон. Тут у нас, оказывается, есть научное объяснение, мы здесь 40 минут пытаемся что-то спасти Романа. Да, пожалуйста. Вашу степень, во-первых, сначала, а потом... Медицинский вуз. Это степень. Просто не передать, как я сказал. Медицинский вуз. Все, понял. Причем это вообще тоже ничего не знаю. Медицинский вуз – это то, куда я хотел бы поступить. Если бы меня не выгнали... Как вас зовут? Мария. Мария. Я не сомневался. Мария. Медицинский вуз. Эта штука называется незакрытый гештальт. То есть... С языка сняла. Я могу с вами подискутировать на эту тему. Давайте. В какой-то момент... Давайте. Давайте. Нет, это быстро. Это быстро. Нет, нет, а мы уходим. А. Мария, медицинский вуз. Работаем. Момент, когда вы встретились с лисом к лицу с мертвой бабушкой, вы ее морально не отпустили. То есть в этот момент и по сей день она остается с вами в вашей голове. А как морально? Не нужно. А как морально не отпустили? Он ее увидел, он такой, я хочу, чтобы это было со мной всегда. Я хочу, чтобы морально это было со мной. Ну, типа, это переросло в травму. Незакрытый гештальт. Гештальт – это какое-то незакрытое событие, которое до сих пор не закончилось. Это событие, оно травмировало вашу детскую психику. Не вас сейчас, а вашего внутреннего ребенка. Да, которого надо убить. Да, 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 да. Действительно, буквально. И убить ребенка, то есть равно закрыть гештальт. Это звучит на самом деле очень просто, но есть такая штука, как гештальтерапия. Вот. И она вам очень сильно поможет. А если вас волнует... Гештальтерапия. Это вот так. Гештальтерапия. Ничего. Гештальтерапия. Я не могу гарантировать, что было все слышно, да, но гештальтерапия... Это главное. Это как будто переозвучили, как будто она хотела сказать... Вот, и в общем ты будешь гештальтерапия представлять. Как будто заменили наркотики. Вам очень помогут гештальтерапия. Особенно если покурить это. А как грань буллинга от шутки отличить, я не понимаю. Здесь только буллинг. Все, 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 все. Не было просто, все. Не, Мария, а вам уже кажется, что буллинг? Нет, 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 нет. А это что? А это что? Как иронию от... Извините. Сейчас, извините, я настроюсь гештальтерапией. Проверяем микрофончиком. Не, на самом деле, на Марии все правильно говорит. Так оно и есть. Да, мы сейчас, смотрите, мы сейчас вырезаем часть с Марии. Роман, тебе нужна гештальтерапия. Вот, что-то... Есть такое... Есть такое... Знаешь, понятие, это звучит легко на примере, что типа... Что вот все, ты здесь ни при чем, при чем твой внутренний ребенок. Какая у тебя степень, Богдан? Медицинский вуз. Я точно не знаю, но это что-то значит. Вообще гештальтерапия – это ведь потребность, которая не удовлетворена. У меня нет потребности в бабушке. Мария, вы теперь просто на постоянке, наш специалист. Вы не только можете отвечать, просто сразу комментарии, если есть что сказать. Это общее понятие, которое, ну, классифицируется, там, не знаю, в Википедии, где угодно. Но вообще гешталь – это не закрытое какое-то событие. Оно может быть любое, абсолютно. И вам не помогла гештальтерапия. Следующий клиент. Я не врач, я не могу опять-таки вам рекомендовать. Нет, ну, я учусь в медицинском вузе, но я не могу вам рекомендовать медикаменты. Но, возможно... Да нет, я думаю, сейчас вы на таком уровне в шоу, что вы можете выписать какой-то рецепт. А вы можете что-нибудь выписать вообще? Ну, так-то да. А фенибут можно через вас попросить? Фенибут – это прекрасное средство в этом случае. Да, его можно попросить? Это Леша просто увидел прабабушку. Я не знаю, насколько просто компетентно рекомендовать какие-то таблетки. Мне кажется, не очень. Вы можете выписать рецепт, я спрашиваю. А надо рекомендовать. На втором. На втором вы уже можете выписывать таблетки? Вы как, вы просто берете листочек, такой, выписываете рецепт Марии медицинский вуз. Второй курс. А она какая? Крупная женщина вообще была, нет? Ну, тогда я был маленький, мне она казалась очень крупной, да. Она за две недели с вами. Настя говорит, вот если драки не избежать, кто победит? То надо бить первым, да? Ну, кто победит? Я никогда эту схватку у себя в голове не раскручивал. А что надо? Давай попробуем. Спровоцировать драку с бабушкой, я правильно сейчас говорю? Можно, кстати, спровоцировать эту драку, и тогда, возможно, эта бабка убьет внутреннего ребенка, который боится. И ты пристанешь тоже бояться. Да, ты такой, только ты будешь драться не со мной, а с моим внутренним ребенком. И он младенец просто. Да, и он просто, да. Да, Мария, что мы запутались, что нам в итоге? Какой нам итог подводить с Романом? Нам продолжать психотерапию? Нам продолжать психотерапию. Продолжаем комплексную... Продолжаем психотерапию? Нет, правда, действительно. Пейте, пожалуйста, таблетки, если вам это пропишут. Ваш врач-психиатр. Если вы не посещали врача-психиатра, посетите, правда. Это не буллинг. Я вам больше скажу. Я посещал. Кстати, вот эта интернация уже была буллинг. Это не буллинг. А вы не прописывали препараты? Не прописывали. Если что, вы были на одной консультации? На трех. Угу. Проблемы решаются с многих сторон. Буквально со всех. Мне кажется, вам никто не поможет. Ну, наконец-то. Спасибо, Мария. Мария, медицинский возраст. Второй курс. Вас не спасти. Все. А что если... Мы его час двадцать вытаскивали из ее дня. Может, надо по-другому пойти? Может, ну, привидение это же. Это если человек, умирая, какое-то дело не завершил. Может, надо завершить бабушкино дело, типа. Да. Посмотреть дикого ангела. Там буквально одна серия клона, и ее больше нет в этом мире. Или уебать сумкой Юлю. Попробуй сейчас. Может быть, попробуй, чтобы он сейчас ударил ее сумкой. И после этого... Возьми сумку, и пусть твой внутренний ребенок ударит Юлю. Ну что, давайте тезисно посоветуем Роману. Роман, я тебе что, из здравых советов схлестнуться в драке. Вот у меня. Я не знаю. Алексей, есть что-то? Я хочу, чтобы ты понял, что в жизни бабки не главное. И подумал о чем-то другом. Ну и еще, кстати, ловушку для бабушки никто не... Ты можешь закрывать дверь, и на той стороне прикреплен телевизор, и ты точно знаешь, что если что, она занята. Она залипнет в него, да, просто. Мы помогли тебе? Да, конечно. Да, и получается, мы узнали, что у Романа... Случилось! Спасибо тебе, Ром, большое. Проблема пришла в течение вот этих 20 минут, что я вот общалась с вами. Вам постоянно кажется, что вас буллят? Нет, нет, это вообще не проблема. Не угадал? Нет. Я поняла, что я помогаю всем, кроме себя. Вот моя проблема. И не посторишь. Да. Правда, то есть я хочу... Вспомним, как только вы помогли Роману и сказали, что ему никто не поможет. Мне нравится, что вы вот пока вот как пчелка, вы всем помогли, и вот как и себя я ставил. Слушайте, ну, зная, как вы помогаете, может быть, это и к лучшему, что вы к себе не помогли. Вы представляете, вы бы сами себе сказали то, что, к сожалению, Мария, вам уже ничего не помогло. Я же до этого задала какие-то напустущие вопросы. Ну, хорошо, сначала вы сказали, Мария, пройди гештальтерапию. Ну, да. Я проходила уже Мария ее, тогда тебе ничего не помогло. Подожди, а как вы себе не можете помочь? В чем у вас проблема, что вы вот никак ее не можете решить? Ну, я на задний фон откладываю все свои проблемы, я акцентирую внимание на происходящее. А какие у вас проблемы? Я вот не понимаю, я подумаю. Вам надо помочь найти проблему. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Нет, на меня есть какие-то такие несерьезные психологические проблемы? Моя проблема в том, что я не хочу отпускать микрофон. Да. Чтобы нам решить проблему, мы должны знать ее. Это какой-то крутой бас был? Или что-то двигалось? Это Ромина прабабушка заклинилась. Ром! Мария, ну мы выслушали вашу проблему, давайте поаплодируем. Мария, это действительно... Вот мы докопались до проблемы алкоголизма. Мы еще сейчас послушаем, это режим ожидания. Можно говорить, да? Привет, меня зовут Юля, и у меня тоже немножко со страхом связано. Мне страшно, что мне ночью откроют дверь, придут, меня убьют. Я объясню, у меня была ситуация, я сидела, работала... Когда вы собили? Я сидела, это было два года назад, я сидела, работала в наушниках, слушала там что-то музыку на фоне, и я услышала странный звук, и я поняла, что мне пытаются ключом открыть дверь. И единственное, что я в панике догадалась делать, это подойти и дернуть ручку. А потом я такая, надо что-то сделать, надо сделать максимально низкий голос, чтобы все подумали, что я мужик. А, я еще забыла сказать. Короче, чтобы услышать наверняка, у меня между ручкой и дверью стоит швабра. То есть, типа, если мне будут открывать дверь, что я услышу, что-нибудь сделаю. Вот, и я в какой-то момент... Типа, уберусь. Я в какой-то момент подумала, что я взрослый человек, и надо как-то, ну, что-то с этим делать. У меня просто появились мысли в этой голове. В этой голове. Вот сейчас с этой головой. Чтобы мы не путались. Так, в этой голове что появилось? Вот, и еще ситуация в том, что я живу рядом с лестничной клеткой. То есть, у меня стена выходит... Это у многих проблем. Вообще, распространенные вот эти многоэтажки строят рядом с лестничной клеткой. Короче, я просто слышу каждый раз, когда человек поднимается. О, а переедь в квартиру, знаешь, где... Вот, четыре двери, и одна есть еще главная, железная. Те, у кого есть общие еще закрытые двери, они действительно в каком-то еще предпространстве есть, которое, типа, ну, если чувак там тусит какой-то незнакомый, уже странно. А так, все время, да, когда... Самое страшное, когда между двумя дверями, которые у тебя в квартире, чувак. Да, если между... Очень тупой грабитель, который открыл дверь, такой, почему такая маленькая квартира? И ничего нет. Вот, экспресс-решение тебе. Дверь с общей дверью. Перед основной дверью. Двойную дверь в квартиру. Да, консьержка дополнительная возле вашей двери. Также желательно, чтобы у тебя была дверь на колесиках, за которой ты сама ходила. Ты вот так выставляешь, если что, и смотришь. Банальный снайпер, который на другом доме. И... да и все. Все, давайте похлопаем, да, кажется... Приятно, приятно решать проблемы, да, вот таким легким способом. Здравствуйте. Здравствуйте. Надя. Здравствуйте, Надя. Здравствуйте. И моя проблема, это моя фамилия. У меня фамилия Шмаль. И проблема в том, что эта фамилия мне помогает там, где не надо, и мешает там, где надо. Ну, типа, когда вас записывают в контактах, потом перед ментальной словом, да? Да, я посмотрела Get Contact. Надя Шмаль. Там еще кто-то записал Дорогая Шмаль. То есть люди думают, что еще и дорого. В общем... Дорогая. Блин, реально тяжело, представляешь? Но в контактах иметь надежду... А если Надежда Шмаль, то уж кого-то надеется человек. Что-то так и записала Надежда на Шмаль. Я не знаю. Блин, надо вам найти мужа себе Виктора Бонга. Нет, мне нравится моя фамилия, я не планирую ее менять. Но вот... Просто подсели на фамилию, я понимаю. Привыкли. Но меня часто блокируют в соцсетях, когда я... Пытаюсь продавать. Когда я репощу. Когда я двойную фамилию себе ставлю, Шмаль Дорога. И проблема с государственными всякими структурами тоже. Когда я пересекала границу, я уезжала в Испанию и приезжала обратно. И в Россию меня не пускали. Нет, вы что тут проводите, фамилию? А ну-ка, выворачивай фамилию. Да, меня на протяжении двух часов допрашивали, что я делала в Испании. А вы не изучали происхождение фамилии? Изучала, конечно. Так, я... Это немецкая вообще фамилия, она обозначает в переводе с немецкого маленькая. Маленькая? Маленькая. Маленькая миниатюрная. Крапаля, так сказать. И чуть-чуть. Мы против крапалей. И когда... А я хожу еще на свидание с Тиндера. Вот. И когда я сообщаю свою фамилию, то все, на этом... А в Тиндере вы не подписаны, как на Деду Шмаль? Естественно, нет. Блин, хотя было бы больше, я уверена, свайпов вправо. Ну, хоть что-то. Единственная фамилия, которая мне нравилась, на которую я планировала поменять, это Джавелла. А Джавелла что это такое? А это мне было 16, я с мальчиком встречалась, у него фамилия такая. А, у него была Джавелла. Да. А вы где-то, вы где, в Чаполино встречались? Так, ну что, давайте еще... Давайте еще послушаем. Да, послушаем. Спасибо большое, Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Саша зовут. Как? Саша. Да я слушаю. У меня к вам вопрос не больше, как к специалистам-врачам, как к специалистам-комикам. Можно еще раз заново? Не больше, как... Ну, больше не как к врачам. А больше, как к комикам. Ну, давайте попробуем. Конечно, это не наше. Основной профиль, но... Да, то есть мы... Ну, хорошо. Первый вопрос. Вы все начинали юмор с КВН-а или нет? Я начал юмор... Юмора? Я изобрел, кстати, юмор. Да, конечно. Вы, нет? Мне иногда подходят на улицу и говорят, спасибо за юмор. Благодаря мне все. Мне тоже подходят и говорят, спасибо, что Леха изобрел юмор. У меня в чем проблема заключается? Будучи уже какое-то время в комедии, появилась проблема в том, что ты знакомишься с новыми организаторами, пытаешься где-то выступать и спустя время не понимаешь, почему тебя перестают записывать. Мое первое предположение, потому что, не знаю, ну типа не дала, хотя это... Это первое предположение? А мы его с твоем в шоу снимаемся. А мы начали с КВН-а. В чем вопрос заключается? Я бы хотела услышать какой-то, может быть, комментарий, может быть, именно на этом периоде у вас тоже были похожие проблемы. Особенно у Лизы, вот я, мне кажется. Потому что она явно не давала никому. И обидно, и приятно, что пронесло, но за коллегу как бы... Слушайте, а мы имеем право решать такие вопросы и сказать, что мы в клубе на какой-то майк можем записать? Мы запишем, Саш. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Родион. У меня такая проблема. Часто, ну не как часто, почти всю жизнь... Тени отца. Всю жизнь путают с видеокартой. И это, ну, очень... Я скорее в тени бабушек. В общем, у меня была проблема, я в моменте слишком вспыльчивый. И это меня подводит. Вот была ситуация, я переехал на новую квартиру. Захожу в подъезд, и там в соседней квартире у моего соседа парень, ну, с отмычкой вскрывает дверь. Ну, я думаю, ну, я думаю, по-любому вор, короче. Я вот так беру, говорю, так, говорю, стоять туда-сюда, ну, я нарал на него, я говорю, ты кто? Он такой молчит. Ну, в общем, вызываю полицию туда-сюда, они приезжают, он все это время молчал, насыпугался, видимо. Приезжает полиция, оказался собственник этой квартиры. Я открывал ее ключом? Спокойно. А как ты понял, что это отмычка? Ага. Ну, мне показалось. Потому что без брелка было. А, показалось? Без брелка и в виде скрепки. Ну, вот сегодня, по-ресутации, была тоже. Стою в столовой, на работе беру суп. Какой? А, рядом? Какой? Хорошо. Рядом... Что, мы для полной картины. Ну, так и довольны. Что нам надо... Да, что нам надо... Если помочь, то надо понимать, что... Да, рядом стоит мужик, что смотрит на меня так прям, ну, подозрительно. Я на него начинаю смотреть, он такой... В столовке. Что, хороший суп? Я говорю, отличный. Отличный, епта, а что? Сейчас полицию вызовут. Ты кто такой? Могу и тебе въебать. Я суп въебал. И тебе еще? Алло, полиция, тут чувак мою душу пытается вскрыть. Давай-ка, вызывай, приезжайте сюда. Так, Родион, да? Вот, вот, и... А он такой, а что ты именно эту тарелку взял? Я говорю... И что, и в итоге оказалось, что ты с его подноса взял себе тарелку? Да, и в общем, захотелось. И оказалось, да, это он заказал, это ему принесли. Ну, и так, просто я первый раз в эту столовую зашел, и оказалось, там все так устроено. Ну, в общем, это я только в двух словах сказал, но на самом деле очень грубо я ему сказал, он же так немного дернулся. Ну, а как? Ну, чтобы тоже для полной картины, как сказали? Ну, я как бы сказал ему так, типа, ты говорю, вообще, блин, нормальный, блин, или что, блин? Это единственное, когда я жалею, что я не присутствовал в этой столовке. Единственное из всех ситуаций, которые рассказали, потому что, почему я там не наблюдал за этим. Какой суп? Офигенный, ёпи. Ты что, рассказываешь, как будто ты со своим ребенком маленьким стоял и не мог материться при нем? Офигенный суп. А ты что, блин, вообще, что ли? Да. Ты вообще нормальный, про суп такой спрашиваешь? Какой? Как харчо, может быть, не офигенный? Ты ерунду, пожалуйста, в следующий раз не говори такое. У тебя что, шарик из-за ролика заехал? Ну, получается, ну, я потом понял, что это его суп. Ну, я говорю, ладно, мужик, извини, перепутал. И еще одна ситуация была буквально неделю назад. Стоял я в аптеке с утра. Мне, в общем, ну, дал рецепт, мне продали не те лекарства. И, получается, я вернулся, и, ну, говорю, вы мне не те лекарства как бы дали. Я говорю, верните мне либо деньги, либо лекарства поменять. Она такая, в общем, нет, и все, и уперлась, в общем, конкретно. Ну, в общем, мы там слово за слово вообще, ну, разговариваем. Я прошу, чтобы не... Ты тоже скажешь, ну, блин, ну, вы вообще же все. Йоги-балки. Да, вообще, прошу... И вот я уже проснул руку в ее окошко и душу ее. Не-не, ну, не так. В общем, прошу вернуть. А, кстати, в аптеке же невозможно убить человека, да? Он, постоянно его можно вылечить. Ну, да, ты засовываешь руку в окошко, и у тебя давление сразу зажимает. И ты в ловушке не можешь убрать. Ну, в общем, как знать. И вообще слово за слово, и уже образовалась очередь. И в конце какой-то мужик такой говорит, может, ты, типа, свои проблемы потом решишь? А мы, типа, только... Да, может быть, на шоу какое-нибудь спорим. И ты поворачиваешься такой, а тебе че, супа мало? Ты не наелся, что ли, или че? Я ему сказал, что я проблемы свои буду сейчас решать, а ты, говорю, свои будешь потом решать. Ну, так это все правильно. Вы в очереди. Сначала ты решаешь проблему, потом он решает проблему. Ну, в итоге, слово за слово, и за секунду сблизились мимо этой очереди. Уже он следующий в очереди. И вот мы вдвоем сидим. Посередине встретились, в общем, очереди. Вот, и, знаешь, за очередью его не особо было видно. А потом подходит, я такой думаю, блин, вообще здоровый мужик. А там такая большая была очередь, что он вот такой был. Я вам подрался. Да. Ну, в итоге, короче, начали... Думал, наступлю просто на него. Вот такой мужик. В общем, мы подрались. В аптеке? В аптеке. А? Прям в аптеке. Прям в аптеке. Даже не выходя. Да, прям не выходя. Я говорю, чтобы сразу там заклеить рано. Потом встали, там какая-то бабка вообще за кассу забежала. Уже что-то пиздит. Сразу мародерство подумало, что все, беспредел начался. Она вам просто закидывает. Это от давления. Сразу четыре бутылки в доктор-мома. Как не в себя. В итоге, в общем, мы встали, помирились. Встали. Кто победил? Ну, скорее он. А как вы поняли, что он победил? А там еще в очереди судья ММА стоял, он такой по баллам. Ну, дело в том, что мы когда сближались, мне все-таки надо было убить первым. А мы начали бороться. В итоге я столкнулся, он на меня упал. И по правилам борьбы в аптеках это поражение. Ну, единственное, когда он встал, я ему по жопе успел удать, короче. Просто типа красавчик. Вот так мы и помирились. Ну, кстати, вот так вот лучше ударить. Ногой, ногой. Добрый вечер. Привет. Тебе как про видеокарту было? Средняя? Ну, наверное, выше среднего. Приятно. Юмор выше среднего. Знаешь, какой? Я звезд с ним не хватаю. Крепкий средний. Крови крепкие, да. Ну, вообще все весело. Нравится? Нравится. Я так самое главное, зная вашу проблему. Хорошо, что вы сразу вышли и сказали, пока все нравится, все нормально. То есть мы вас не бесим. А что, у него что-то... Мне салфетки дали. Они обязательно с ним должны? Ну, ему как-то надо будет расслабиться. Непонятно. Непонятно, на что расчет. Я, я спокойно, все в порядке. Пока салфетки здесь. Я хочу знать причину передачи салфеток. Да. Мы не начнем сеанс. Пока вы не будете... Если крем дальше не передать, то слезы. Или вытирать кулаки после того, чтобы нас попадать. Можешь вкратце еще раз рассказать? Ну да. В общем, я бывает иногда... Ну, живу себе, все в порядке. И в моменте, бывает ситуация, вот она вообще не стоит того, я вспыльчивый. То есть, ну, она просто ни с чего. И они у меня постоянно на протяжении всей жизни. Я не понимаю, почему. Потому что, в общем, я к людям... Ну, людей люблю, отношусь к ним хорошо. Вот. Ни на кого не злюсь. У меня нет людей, на которых я злился бы вообще как-то сильно или хоть как-то вообще. Мы только что слышали, что есть. Не, их уже нет. Наоборот. Не, не, не. У меня нет людей, на которых я злюсь. То есть, бывает в моменте как бы. В моменте, да. В моменте это не злость. И не понимаю, почему так. Вот, например, один раз у меня была ситуация, я как-то ночью до знакомства с своей девушкой поехал в Турцию. И, получается, девушка, которая подбирала тур, ну, она мне спросила, какой-то отель хочешь. Я говорю, ну, где побольше наших будет, чтобы было весело и не скучно. Вот. И получилось так. Наших это кого? Родионов? Побольше Родионов. Если он так с Газмановым. Умеющих общаться на русском языке. Умеющих общаться на русском языке. Да. Надоели эти отели с лосями. По-моему, поменьше. Ими не выпить, не поговорить. Просто лось сидит и сидит. Ну, да. Я приехал, и она говорит, да, именно такой-то леди сделаю, все прям супер. Я приезжаю, а там вообще одни арабы. А, ну, она не знала. Она просто весь не уточняла твою национальность. Я офигел просто. Думаю, что за жесть, что за кидало. Вот это все в моменте, короче. Блин, вообще. Говорит, как будто родом из Израиля. Да. Я, в общем, ей звоню. Ну, и начал на нее гнать. Типа, так и так. Чего я сейчас сделала. Я там, типа, столько заплатил. Она мне как-то говорит, ну, она молодец. Такая, говорит, подожди ты там. И арабы вдруг такие. Привет, дорогой. Потом заехало действительно много наших людей. И прям было весело, классно, как я хотел. Просто у меня так веселит картина, как Турция. Отель, куча арабов и один русский Родион пиздец злой. Очень злой такой. Все как коршуны крожатся, и Родион так себе с салфетками. На работе у нас активные продажи. А ты чем работаешь? Активным продажником. Ну, грубо говоря, да. Можешь так сказать. Ну, потому что я же не первый. Да, и когда, допустим, я с утра выхожу на работу, я прям настраиваюсь, в общем, на разговор, на эмоционал, на такой серьезный, и прямо ты целый день в такой прям в жестком настрое, как бы, ну, то есть на победу такой настроен. Активный продажник? Но когда человек не хочет отвечать, что именно продают, это что-то типа, назовите три цифры на обратной стороне карты? Ну, тоже работа. Ты знаешь, все равно на трубке весь день. Мы продаем помощь в получении кредитования до юридических лиц. Заплатить, чтобы дали кредит. Ну, да. Очень востребованная теория. А там сумма большая, приходится брать кредит, чтобы заплатить, чтобы взять кредит. Там опять не дают, опять к этим, говорят, ребята, два раза. Им говорят, у меня нет пока таких денег, чтобы вам оплатить услуги, но скоро я, возможно, возьму кредит. На клиентов тоже кричите? Ну, скорее они на меня. Но я просто, у меня настрой такой, вот они мне говорят, какую-то херню там иногда обзывают. Я это просто не понимаю всерьез, потому что я уже много лет... А обзывают как? Ну, вот был случай, допустим, я когда пример показываю своим работникам, которые не умеют звонить, я им показываю, как звонить и так далее. Звоню, я говорю, здравствуйте, там, хочу предложить вам помощь в получении кредита, очень ля-ля-ля. И он такой говорит, иди ты нахуй. Ёбаная ты черепаха. Мне полгода назад кредит нужен. Я с вами верно так общаюсь. Показал пример. Вот, видишь, теперь ты. И что ты ответил, типа, и что, я зато на 800 лет дольше тебя жил. Не, я сказал, что страшно, предложите вашим знакомым, можем посотрудничать. Алло, здравствуйте, это Григорий Шреддер? Я тоже подумал, что он Шреддер. Ёбаную черепаху. Я только хотел открыть ИП и делать пиццу, вы заебали. Начальник ваш, крысу, тоже мне надоел. Слушайте, а может у вас правда то, что с работой связано, то, что вы столько негатива на себя принимаете, потом вам надо его куда-то вылить? Мне кажется, нужно взять таймер, реально. Ну, я просто вспыльчивый человек. Я иногда, ну, то есть я иногда две минуты засекаю, прям, и жду, вот я такая, ну, я через две минуты отвечу все, что захочу. А, и ты с человеком стоишь и на таймере, чтобы еще, как из «Кто хочет стать миллионером» музыка была напряженная. Чтобы непонятно было, какое ты решение принимаешь. Что ж, время вышло, Родион, ваш ответ. Сам ты, ёбаная черепаха. Мне кажется, что у него какое-то чувство справедливости обостренное, потому что все ситуации, которые он говорит, они всегда, типа, задевают. Типа, мужик начал ругаться в очереди, хотя он решал свою проблему. Суп, доебался до супа. Да, в итоге понятно было, что не зря доебался, но изначально он просто говорит, я пришел покушать, и чувак говорит, ну, как супчик? Хочешь, может быть, голова не кружится у тебя случайно? Ой, это конкурент из соседнего этажа. Ну что, как супчик, чувак? Что там еще? С этими тоже, с этой женщиной по телефону тоже, ты просил что-то, ты договорился, вроде договорились, ты уехал далеко, даже не можешь. Конечно, злость. Здесь надо понять, что надо вот этот гнев, вот этот реально, что-то типа таймера. А вот знаешь, такие штучки боксерские, вот шарик, который висит на резинке? Нет. Вот есть такая резинка, и на ней еще маленькая, тонкая резинка и шарик. И тебе надо вот это. Когда начинается, кто-то начинает на тебя пиздеть, секундочку, и вот так вот стоит. А как, Лех, как он на таком уровне? Он поджопник, да? О, а тебе нужно, да, такую длинную жопу, прикрепленную, и просто набиваешь какую-нибудь. Просто 10 раз, да, пропинал, и все, и все закончится, да. И заодно и таймер ставишь, скажешь, я сейчас минутку занимаюсь своими делами. Я попробую. А у меня последний еще вопрос. А ты до этого такой же агрессивный до этой работы был? Ну, это давно, в принципе, вот именно в такой... Тя ебет. В какой-то момент должно было сыграть. Ну, может, активно я вот занимаюсь, наверное, продажами вообще, в общем. Ну, года с 2013-го. Хорошо, в школе ты был спорничевой? В школе? Ну, скорее, нет. Фух. А ты потом чем-то заниматься, может, начал? Ты каким-то занимаешься? Холодный набор? Нет, я просто в спортзал хожу. Я занимался в свое время единоборствами, но это как бы так недолго было. Один прием просто выучил, и все. Когда соперник разворачивается, это столкнуть со скалы на всякий случай. Когда соперник спиной, он тебя не видит. Так, Родион, ну мы чуть-чуть помогли тебе хотя бы? Да, конечно, помогли. Мне понравилось по поводу лаптаймера. И, да, и по поводу вот, ну, правильно... Жопа на ниточке? Да, да, да. Жопа на ниточке. Надо будет найти в офис поставить. Да, и все, и все проблемы... Перед обедом прямо... Конечно, конечно. Тебе просто должно быть жопа, по которой ты будешь бить антирезиновые. Да, спасибо. Да, главное не перебуду. Да, получается, мы узнали, что у Родиона случилось. Все, спасибо большое. Друзья, вам спасибо большое, что пришли. Да, все, это конец съемки. Все, спасибо вам. Да, да. Подождите, подождите одну секунду. Субтитры создавал DimaTorzok